За 100 лет работы Федерального научного центра овощеводства в учреждении работало несколько династий, как в науке, так и на производстве. Были поколения, когда три поколения сотрудников работали. Это в науке, причем неоднократно. Вот сейчас, к сожалению, старшее поколение уходит. Некоторые, конечно, выбирают другой путь, но многие остаются. Поэтому у нас, даже сейчас у нас в науке наблюдается, когда родители продолжают работу в учреждении, и их дети приходят как раз продолжать их труд. И причем уже на более высоком уровне. Так получилось и в семье Козырь. Сейчас в научном центре работают две Елены – мама и дочь. Обе окончили МГУ. Елена Георгиевна – биофак, кафедру микробиологии. После этого поступила в аспирантуру, тогда еще в НИИСОК – Всесоюзного научно-исследовательского института селекции и семеноводства овощных культур. В следующем году будет уже 40 лет, как она работает здесь. Привлек хороший коллектив и богатая научная школа. У меня родители были очень творческие люди. И, в общем-то, в своей профессии они тоже достигли очень больших высот. И как-то у нас в семье это было принято, вот именно поиск каких-то новых идей, новых решений. Это было всегда интересно. В лаборатории иммунитета и защиты растений, где трудится Елена Георгиевна, изучают болезни растений. От причин заболеваний до биологии самого патогена и определения устойчивости растения к тому или иному микроорганизму-возбудителю. Ученый считает, что эта работа творческая. Здесь всегда, всегда есть что-то новое. То есть нет стандартных решений. Здесь нельзя вот пойти просто как на конвейере или по стандартной, допустим, можно использовать даже стандартную методику, но получить совершенно другие результаты, которые ты должна объяснить, понять, что, что это значит и к чему это может привести. С этим согласна и дочь. Сейчас Елене 27. В течение шести лет она играла в театре, пробовала делать свои стартапы в IT-сфере. Еще в школе планировала поступать в Строгановку, в архитектурный, быть дизайнером. Когда решила заниматься фито-дизайном, то родители объяснили, что без знаний биологии это не получится. Сейчас она учится в аспирантории Федерального научного центра овощеводства и работает в новой лаборатории. Репродуктивной биотехнологии и селекции сельскохозяйственных растений. Все время сохраняется этот азарт, что ты не знаешь, что будет, и все время в этом поиске, и постоянно, ну, как-то вот есть неожиданность в этом. И что-то новое всегда нет, рутина здесь. Помимо самой работы с растениями, ученые также делятся своим опытом со своими зарубежными коллегами на международных конференциях. Елена уже была в Италии и Австрии, а на втором году обучения удалось получить грант. Сейчас пишет диссертацию по результатам этих исследований. Научник, вот если это интересная научная сфера, научник везде найдет свой интерес, и в какой бы лабораторию он не попал, чем бы он не начал заниматься, всегда можно найти что-то захватывающее. Вот, и поэтому то, что даже я сменила как бы профиль, я абсолютно не жалею, и в этом тоже я нашла уже очень много интересного, и сейчас я горю идеями в этой сфере, в этой области. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Батя Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...